МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Профицит в непростой год. Региональный Минфин назвал удивительные цифры. Возрождение святыни, возведение храма в Спасском районе принимали участие все неравнодушные. Правила на каникулах. Сотрудники ГИБДД поговорили по душам с учениками 51-й школы. Несмотря на непростые условия, бюджет прошлого года был исполнен с профицитом почти в 3 миллиарда рублей. Это следует из доклада министра финансов региона Марины Наумовой. Казна увеличилась на 18%, треть всех доходов – финансовая помощь федерального центра. Это звучит, может быть, даже в чем-то иронично, но прошлый финансовый год со всеми его геополитическими вызовами оказался для Рязанской области одним из самых удачных. И дело даже не в том, что регион потратил меньше, чем получил. О широкой поддержке Кремлем всех начинаний Павла Молкова уже заявлялась не раз, а значит, деньгами Москва будет помогать и дальше. В абсолютном выражении мы получили с федерального бюджета 29,6 миллиарда, что превышает показатели 2021 года почти на 10%. Значительно увеличились в 2022 году межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности – это плюс 1,7 миллиарда. На сфинансирование капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности – рост почти 1,4 миллиарда. Впервые в 2022 году субъект получил субсидии на модернизацию школьных систем образования – это более чем 800 миллионов рублей. Исполнение бюджета прошлого года – прямое следствие значительного увеличения поступлений от налога на прибыль. Здесь рост составил аж 36%. И замедление темпов на устойчивости экономики региона практически не отразилось. В плюсе все статьи поступления доходов. При этом расходы тоже существенно выросли. Впрочем, запас по деньгам был в областном бюджете всегда. И все процессы в банковском секторе, а также снижение экспорта прошли, можно сказать, незамеченными. В том числе за счет грамотной работы налоговиков. И Павел Малков обратил на это внимание. Мне кажется, прошлый год прошли весьма достойно. С ростом экономики, с ростом налоговых поступлений. Я хочу, вот Марина Александровна затронула, текущий год тоже пару слов сказать. Я хочу поблагодарить и коллектив Министерства финансов области, и коллектив управления Федеральной налоговой службы. В очень непростых условиях в экономике, в условиях перехода на принципиально новую систему сбора налогов через единый налоговый счет. Вы делаете все возможное, чтобы сохранить устойчивость бюджета. Госдолг области стал ниже еще на 5%. Все коммерческие кредиты заменили бюджетными, во избежание непредвиденных обстоятельств и с увеличением финансовой подушки безопасности. Почти 6 миллионов рублей дополнительно получит Рязанская область на развитие спортивной инфраструктуры. Такое решение приняла Комиссия Федерального собрания России по перераспределению бюджетных средств. Речь идет об оснащении современным оборудованием спортивных площадок. Там можно будет не только сдать нормативы ГТО, но и просто заниматься спортом. За последние 4 года в регионе появилось 27 таких объектов. Помимо специального спортивного покрытия, они оборудованы комплексом перекладин, турников и брусьев. Есть вело, кардио и силовые тренажеры, лавки для пресса. В этом году уже построили 3 спортивные площадки для выполнения норм ГТО в селе Истье Старожиловского района, поселке Мурмино Рязанского района и в селе Желудева Шиловского района. Восстановить храм практически из ничего. Это удалось жителям села Орехово Спасского района. Вместе со священнослужителями они заново отстроили старенькую церковь и совсем недавно сам владыка возглавил чин освящения уже достроенного здания. Село Орехово расположено средь заповедных Спасских лесов. Тихое, даже в чем-то священное место существует здесь с конца 16 века. Первый храм здесь возвели в 19 веке в честь святителя Николая Чудотворца. Но церковь не простояла и 100 лет. Ее закрыли в 30-е годы прошлого века во время коллективизации. Храм не выдержал испытания ни погодой, ни временем. Когда я приехал сюда служить, уже оставались стены без крыши, где просматривалась роспись на остатках холста, который висел на стенах. В общем, было плачевное состояние. Ну и жители хотели построить новый храм на этом месте. Организовали приход в 17-м году. И вот с 17-го года началось строительство. Получается, что этот путь мы прошли за 6 лет. Сегодня в Орехово всего несколько десятков жителей. Но жизнь здесь буквально кипит. Главным инициатором возрождения прихода стала Валентина Демешева, которая помнит еще прежнюю деревянную святыню. За реставрацию здесь серьезно взялись в 2019-м году, когда митрополит Рязанский и Михайловский Марк заложил камень в основании Никольского храма. Со строительством помогали и помогают неравнодушные люди – местные предприниматели. Срок, конечно, 6 лет большой, но учитывая пандемию, все это, то есть они нам как бы отсрочку тоже дали. Вот. Ну и вот пришли мы в сегодняшний день к заключительному этапу. Храм осветили, большое освящение сделали. Так что для жителей будет куда сходить, помолиться, попросить, а что-то, о чем-нибудь. Внучка писала проект храма России. И по Москве ее проект занял первое место. Поэтому помогали, и отец Александр помогал. Три года спустя храм был достроен. И 20 мая митрополит Рязанский и Михайловский Марк возглавил чин освящения достроенного храма. Мы находимся здесь рядом с заповедником, который называют часто храмом природы. Поистине, если мы посмотрим на каждое животное, на каждое растение, мы увидим удивительную гармонию, удивительную целесообразность по сравнению с нашим миром, с природой. Все остальное, что творит человек, это грубые подделки. Грубые подделки — это то, на что может человек. А дело Божие — это поистине гармония, порядок, красота. Это совершенство. Не случайно в Библии говорится, что Господь после сотворения мира сказал, что все очень хорошо. Храм в селе Орехово небольшой, кирпичный, но главное, говорят селяне, что он соответствует всем запросам верующих. В преддверии каникул сотрудники силовых ведомств напоминают детям основные правила безопасности как на дороге, так и в жизни. Такие лекции прошли уже в нескольких учебных заведениях. Подробности далее. Сейчас введены новые дорожные знаки. Есть теперь знак движения на самокатах и на электросамокатах тоже запрещено. Но пока у нас в Рязанской области нет таких дорожных знаков, поэтому я вам его даже не стала добавлять. Но если вы поедете, например, летом отдыхать в Сочи, в Анапу, в Москву, то вы наверняка такие дорожные знаки там увидите. Изменения в правилах дорожного движения, а также устоявшиеся нормы школьникам напоминают не просто так. Впереди каникулы. Три беззаботных месяца. Кто-то отправится в деревню, кто-то останется в городе, а кто-то наверняка будет вместе с семьей колесить по стране. И чтобы каникулы прошли спокойнее, основные постулаты ПДД, говорят сотрудники госавтоинспекции, надо повторить еще раз. Например, за городом в темное время суток необходимо надевать одежду со световозвращающими элементами, иначе без неприятностей не обойтись. Инспекторы привели печальную статистику и рассказали, при каких нарушениях ПДД дети чаще всего получают травмы. Это и переход через дорогу в дне пешеходного перехода, и выход из-за стоящих или движущихся транспортных средств, игнорирование сигналов светофора, катание на средствах индивидуальной мобильности вблизи проезжей части и ходьба по ней. А это уже другие слушатели. Акция под названием «Пятерка безопасности» прошла в 51-й школе. Охват здесь больше. Совместно с сотрудником госавтоинспекции выступил и инспектор организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних. Она рассказала о четырех основных правилах из пяти. Напомнила ребятам, что нужно всегда быть на связи с родными, рассказала о цифровой гигиене и даже потренировалась с ребятами кричать такие фразы, как «Это не моя мама», «Это не мой папа», чтобы привлечь внимание взрослых, если детей пытается увести незнакомец. Четвертое правило – секретный семейный пароль, который можно использовать в случае непредвиденных ситуаций. А заключительное, пятое правило – безопасность дорожного движения, рассказывал уже сотрудник госавтоинспекции. Наиболее интересной для них тема дорожной безопасности, потому что каждый ученик сталкивается с переходом проезжей части, с управлением, будь то на велосипеде, электросамокате. Они задавали очень много вопросов на дорожную тематику о том, где правильно кататься на электросамокатах, с какого возраста можно ими управлять, с какого возраста можно выезжать на проезжую часть, а также как получить водительское удостоверение, чтобы управлять мототехникой. Профилактические акции пройдут и в других образовательных учреждениях региона, вплоть до начала летних каникул. Партнер программы «День города» – выставка продажи икра и рыбы «Камчатская». Вкусные и свежие дары океана к вашему столу возле центрального входа в торговый центр «Премьер» до 27 мая включительно. Не упустите возможность приобрести действительно качественную продукцию. Администрация Рязани анонсировала на 27 мая проведение специального экологического мероприятия. Мэрия предлагает провести санитарную очистку береговой полосы Барковского карьера номер 3 от бытового мусора. В ближайшую субботу в 9.00 всех горожан, готовых оказать посильную помощь, приглашают присоединиться к работам. Сбор участников в районе остановки городского пляжа напротив торгового центра «Лента», расположенного по ходу движения в сторону поселка Борки. Россия окружена морями и океанами, которые богаты различными видами рыб. Однако до центральной части страны вкусная, а главное качественная продукция добирается редко. В последние дни около торгового центра «Премьер» настоящий ажиотаж. Там работает выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Выставка продажа «Икра и рыба Камчатская» снова в Рязани. На ярмарке у торгового центра «Премьер» можно приобрести рыбные деликатесы холодного и горячего копчения. Ярмарка проработает до 27 мая включительно. Чавыча, палтус, нерка и омуль – более 35 видов рыбы холодного и горячего копчения, а также слабого посола. На том же месте, что и всегда. Как говорят сами покупатели, в магазинах такого ассортимента рыбы сегодня нет. Да и свежесть, которую предлагают на выставке – большая роскошь. Здесь много чего можно купить. Чавыча очень хорошая, белорыбица. Ну, все свежее и качественное. Икру купила. Люблю морепродукты. Чарующий аромат так и манит к прилавку. Чавычу любят за неповторимый вкус и свежесть белорыбицу, затающая прямо во рту нежное мясо. Также в ассортименте мобильной ярмарки икра натурального посола. Красное, да еще на бутербродном сливочном масле. Деликатес, который обладает полезными свойствами. А еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергии и силы, а также активизируют обмен веществ. А здесь она еще и рассыпается. Зернышко к зернышку. Просто загляденье. Расскажите нам, какую рыбку любите. Белорыбец. Белорыбец люблю, потому что она вкусная. Нежная, мягкая. Что еще доложить? Супруга ваша сказала, что... И очень хорошо к чаю идет и кофе с утра, когда ничего не лезет. Ну, полезно, конечно. Попробуйте, и вам понравится. Приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно у торгового центра «Премьер» до 27 мая включительно. Мобильная ярмарка с камчатской рыбкой ждет вас. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.egoros62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 22 по 27 мая. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова